Что больше всего впечатляет вас, когда вы смотрите видео крутых барабанщиков в интернете? На мой взгляд, самое удивительное, что объединяет знаменитого бородатого Эстепарио, Джои Джорденсона, Бенни Грэба и других профи, это то, с какой легкостью они играют сложные вещи. Наверняка каждый, кто когда-либо пытался сыграть сложную песню, сталкивался с проблемами. Высокая скорость, сложные ритмы заполнения приводят к большому количеству ошибок, напряжению в руках и ногах, и песня в вашем исполнении звучит гораздо хуже оригинала. Именно в этот момент думаешь о своих кумирах, барабанщиках, которые с такой легкостью играют то, что у вас не получается. Так как же приблизиться к ним, чтобы легко играть сложные вещи? Конечно же, изучать техники, которые используют профи. И одна из главных техник всех профи, о которых я сегодня расскажу, пальцевая техника. Меня зовут Григорий Соколов, я наставник барабанщиков, и за последние 5 лет помог более чем 300 людям по всему миру научиться круто играть на барабанах. Если у вас проблемы с техникой рук, вам тяжело играть ритмы в быстром темпе, и ваша правая рука отваливается уже через 30 секунд после начала песни, то приглашаю вас в курс «Прокачка правой руки», в котором вы, под моим присмотром, освоите специальную технику, которая позволит вам легко играть ритмы выше 150 единиц и сыграть свои любимые песни в оригинальном темпе. Чтобы узнать про курс подробнее и посмотреть бесплатный урок из курса, нажмите на ссылку в описании. Пальцевая техника основана на отскоке пластика барабанов и тарелок. Ее суть заключается в том, чтобы после первого отскока за счет пальцев совершать повторный удар. Так как мы задействуем мелкие мышцы, амплитуда ударов также будет небольшая, и мощно играть такой техникой у вас не получится. Но с другой стороны, за счет использования отскока вы сможете развить очень высокую скорость. Когда вы начинаете наращивать темп, пальцы помогают быстрее возвращать палочку в исходное положение для нового удара. Таким образом, вы меньше двигаете кистью и предплечьем, а больше работаете пальцами. Если пальцы достаточно развиты, то вы даже можете играть в дроби одной рукой в быстрых темпах. Этот прием распространен среди скоростных метал-барабанщиков. Но я рекомендую начать со специального упражнения, которое поможет вам гораздо легче освоить пальцевую технику. Оно доступно в бесплатном видеоуроке по ссылке в описании. Конечно, в итоге пальцевая техника поможет вам легко играть в высоких скоростях заполнения по всей установке и ритмы в разные тарелки. Если вы хотите научиться применять пальцы, играя ритмы и заполнения, нажмите на ссылку в описании. До свидания.